ух ребята ребята началось началось новый день едем работать поэтому хватит сидеть на своих диванах устраивайтесь поудобнее на своих диванах поехали работать вместе со мной ну как вы там соскучились пользуясь случаем передаю привет маме мама у нас две тысячи подписчиков ребята я еще раз говорю всем спасибо всем кто присоединился верит в меня интересуются как же можно изменить свою жизнь я рад вас всех приветствовать на канале у меня суббота еще парочку дел нужно будет сделать сегодня и можно ворваться в свой заслуженный выходной воскресенье но сейчас у нас будет одна достаточно интересная работа но для нее нужно немного закупиться поехали закупаться сайте кто-то из подписчиков недавно мне советовал для того чтобы работать с дверями подушку вот такую использовать ну возможно он немного говорил о другой подушке она мне просто сейчас попалась в лоус на глаза я купила за 15 долларов как я понял есть еще больше подушке и в лоус они стоят где-то 40 долларов но то что побольше меня на глаза не попалась да я думаю о том что это мне будет вполне достаточно поэтому ребята спасибо за совет совет и продолжает приходить на самом деле и но иногда как бы я их воспринимаю действительно как спасительный иногда сидишь и думаешь блин лучше ты молчал поэтому извините настроение бывает разный но я стараюсь реагировать на всем максимально позитивно потому что с увеличением количества подписчиков прибавилось количество говнюков и честно говоря мне очень странно зачем подписываться на человека который тебе не нравится но как говорят местные и ты сводит из я рад всем ну и выбирайте у меня не приходится поэтому вы тоже ребята устраивайтесь поудобнее поехали вместе дадим вам повод еще раз посмотреть на низкое качество моих работ знаете сейчас такая история происходит вот сколько мы здесь сегодня ровно два месяца как мы приехали в сан-франциско и ну там я не знаю полтора месяца я как сам работаю да с кастомерами мотаюсь тут везде и поймался на мысли о том что я уже часто проезжаю мимо тех домов где я работал здесь работал здесь работал здесь вот недавно был сюда я скоро поеду работать и так нет нет и начинаешь уже как-то более-менее ориентироваться в пространстве потому что шарлотт я узнал для себя более-менее хорошо когда я начал на доставке еды работать и я начал уже ориентироваться потому что до этого по шарлатту я не перемещался у меня не было ни времени и необходимости чтобы там ездить куда-то пошало тут найти я уезжал в отелях своих сидел постоянно работал там на на этих коленях ползал и уже потом я узнал шарла так получше здесь я радуюсь то что это все таки идет от обратного то есть я езжу тут именно по работе для общения с клиентами у меня есть возможность наблюдать вообще конечно тут красиво сейчас я не знаю здесь как было до ковида сейчас достаточно безлюдно знаете а в америка вообще в принципе безлюдная ну не считая конечно мегаполис но когда ты не видишь пешеходов много на улице когда люди там ютуберу там драйв-тру банкоматы драйв-тру там все время на машинах магазин на машине вот только в магазине с людьми пересекаешься но не видишь их на улице из-за этого улице достаточно кажется пустыми иногда это только так но не ужас какой-то в такой ступором водят а в целом я уже привык конечно к этому образу жизни и уже начинаю привыкать именно ритму жизни калифорнии сан-франциско то есть первый первый месяц для меня было как бы тяжело перестраиваться знаете после шарлотты сейчас уже живу-живу многие вещи как норма многие деревья как норма цвет зелени как норма короче человек очень быстро приспосабливается так ребята приехали еще позвонила одна клиентка уже будет косячок исправить поехать я не знаю наверное это уже не сегодня хотя она просит конечно сделать это сегодня я я я я я я я я Вот видите такая штука, как она у меня отсюда пойдет. Сейчас мы одну сделаем. Вот. Ширина у меня девятнадцать. 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 У меня ширина ее. Пусть будет восемнадцать с половиной. Девятнадцать с половиной. Девятнадцать с половиной. Девятнадцать с половиной. Сюда. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Глаза у нас. Вот так. 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 Хорошая компания. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. блин холодно тут ребят двигаемся понемногу слушаю clubhouse уговариваю себя слушать на английском иногда любопытство берет вверх я захожу слушаю русские комнаты вообще интересная классная штука что думаете по этому поводу кто в курсе кто видел да я здесь да мы там субтитровали на Новый год мы там помимо пересекались я к тебе вопрос такой да так как это твоя тема и мне кажется что хочется вот еще нашу дискуссию еще другое русло немножко личного бренда повернуть личный бренд это так или иначе то о чем тебе да то вернее как о тебе говорят да то кто тебя знает типа если как как мы сегодня у меня какая это я так получилось что я приехала в сша и у меня в основном как это Я не знаю, что окружение, я фактически с ними общаюсь по-русскому количеству. И вот я даже Руслану жена написала, я просушиваю книги и только на русском языке. Сейчас, надеюсь, нет. Но я, не знаю, в этой комнате, я спрашиваю себя. Мне кажется, что это вот такой... Сейчас я не знаю, чтобы говорить вам. Это якобы петоканик. Можно в вашей школе сделать только выдахнутые группы для русскоговорящих. И я с удовольствием буду любить со своими людьми здоровыми. Сделать вам опытом, экспериментами, мыслями, личными, лечениями. Сейчас вы можете помочь, чтобы делать. Прямо уже с ученицем. Я не знаю, что это было. 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 Для того, чтобы вы еще меня вспомнили, как такой генажей. Для вашего родственника. Я здесь язык очень-очень язык. Поэтому, пожалуйста, используйте сейчас язык. Возвольте для английского языка. Вот. Лена, тогда поделись. Василий, поделись даже сейчас же. Вот. Посуществовала. Да. Я на самом деле, когда именно ориентировалась на английский. Ну, о чем вы говорите. И в России я как-то берем заблокирование. Вот. Значит, смотрите. У меня, Алексейн, очень хорошо работал. Я, может быть, очень хорошо вспомнил. И всем, кто отвечал. Что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не работал. И тому подобное. У меня, как-то, все работало. Я приехала в 2005-м. В 2012-м. Первый раз я поняла «Самонтанк Технедия». Короче, сделал я все, ребята. Получилось в целом неплохо. Он доволен. Он попросил меня еще доску распилить одну. Ну, не доску, а палет на три части, чтобы ему удобно было в этот… в контейнер запихнуть. Я это сделал. Потом он сказал то, что у него проблемы с дверью. Я сделал железка на замочной скважине. Ну, не на замочной скважине, а вот в коробке, которая есть, железка. Куда заходит замок, она выше, чем нужно. И мне нужно было ее опустить. В итоге я это сделал очень быстро. Буквально, может быть, минут за десять. Причем, как бы там, со всеми правилами я заделал палочками с клеем старые дырки. Все это подрезал. Подрезал нужный мне уровень ниже. Поставил ему этот замок. И сверху попросил еще 60 долларов. Короче, сама работа, я ее дешево оценил, я думаю. Я ее оценил в 240. Плюс 120 материалов. Но я на материалы вместе со степлером и скрепками потратил 80 долларов. Ну, там 75. И, соответственно, вот 40 я сэкономил на материалах. Плюс у меня степлер теперь есть. Вот, так что вот такие дела. Я очень сильно опаздываю к одному клиенту. Мне очень неинтересна была эта работа. У него там целый ремадл. Его кто-то кинул, контрактор какой-то. И он хочет доделать. Я, конечно, сейчас себя позиционирую не как самый пунктуальный человек. Я очень не люблю опаздывать. Но я уже рассказывал вам, в этой работе иногда приходится обстревать. Иногда по своей вине. Иногда просто обстоятельства так складываются. Но виноват сегодня я. Я не знаю, будет он мне ждать или нет. Но я уже опаздываю. Как бы я два раза время переносил. И я опять опаздываю. Ну посмотрим. И это мой сосед, кстати. Как говоря, не понимаю этот прикол. На первом этаже гараж. Ну понятно, в смысле, почему их строят. Экономят пространство. То есть гараж занимает первый этаж. Вся остальная жизнь начинается на втором. Но это на три этажа бегать по лестнице. Таких домов очень много в Сан-Франциско. И, ну как бы и здесь в Сан-Фосе тоже их много. И, блин, это очень неудобно. У нас был этот таунхаус двухэтажный в Сан-Франциско. Хоть он был задрипанный, но тем не менее он был двухэтажный. И у него был только один туалет на втором этаже. Блин, да запаришься даже в туалет бегать на второй этаж. Это, ну, дико неудобно. Я не знаю. Я очень люблю первые, ну, в смысле, одноэтажные дома. Они, конечно, занимают площадь больше, они дороже. Но, тем не менее, одноэтажный дом – это одноэтажный дом. Вы что скажете на это? Отпишитесь в комментариях. Откуда день с вами начали, оттуда и заканчиваем. Там и заканчиваем. Приехал в Лоус. Сейчас куплю пару саморезов для этой отвалившейся полки. И на этом день сегодня объявляю закрытым. Так что давайте в Лоус быстро заскочим и все. Чтобы куплю. Итак. Почему. Эти. Эти. я думаю взять вот таких пачку и еще хочу попробовать может быть кронштейн вот такие наверное не будет даже лучше видите он открывается ну то есть вот эта вот штука вставляешь гильзу потом начинаешь крутить она раскрывается и все и потом фиксируешь анкерные болты все я думаю этого будет достаточно кстати приехал я к тому мужику которому я опоздал на встречу он попросил просиликонить ему раковину то есть ее нужно поднять промазать внизу силиконом на силикон поставить потому что она потекает плюс у него течет там достаточно сильно кран и у них перекрыта вода и они думали то что я это сделаю сегодня но не сложилось и я ему сказал я не был как бы немного запарился и плюс я голодный меня голова не соображает ему элементарно цены назвать не могу я сказал давайте чуть попозже вам цену отправлю потому что у меня сейчас немного сложно сказать и пока поехал посчитал о том что там я не думаю что он прям много сможет заплатить и я ему сказал ну я думаю о том что я ему дам цену 260 за раковину то есть вместе с краном поднять ее просиликонить и новый кран поменять хотя это может даже дешево ну 260 270 потом он розетку попросил посмотреть и скорее всего меняет придется за розетку еще 60 и он попросил дверь подрезать нет за розетку 90 и дверь он попросил про подрезать за 60 150 270 420 получается вот ему я такую цену сейчас напишу возьмет не возьмет я честно говоря не очень переживаю поэтому в этом есть прелесть когда много работы ладно ребята на этом заканчиваем это один из немногих выпусков когда у меня есть возможность попрощаться и сказать спасибо что досмотрели этот выпуск до конца обязательно подписывайтесь обязательно подписывайтесь и будем двигаться дальше что спасатели приехали чинить потолок тут были какие-то проблемы точнее точнее какие-то я по ним тут был наш косяк и мне нужно будет сейчас его исправить конечно не прям там все так ужасно но история не очень приятно блин сто лет я уже этот фонарик не одевал как страшный сон помните я с ним в отеле в отелях лаза давно это был смотрите короче меняли фен вот дырка собственно где стоял этот фен и и укрепление у фена уходили над гипсокартона под стадами под деревом над гипсокартон и короче пока вытаскивали дырку сделали нужно будет сейчас это все аккуратно врезать и ну и чинить давайте начнем я думаю что придется лезть на крышу как-то его нужно подключать что-нибудь по-другому придумать Я сейчас разрежу. Чуть побольше здесь. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...